Эстетика в разрезе. С Ольгой Засили. Я очень рада тебя снова видеть в Москве, приветствовать на нашем мероприятии Moscow Breast Meeting и признательна, что ты поддерживаешь все наши мероприятия. Расскажи, пожалуйста, ты уже все знаешь, почему каждый раз ты приезжаешь и учишься? Спасибо большое за приглашение на ваши прекрасные митинги, потому что Breast Meeting лично для меня является той школой, которая всегда выносит что-то конструктивное, ибо тут присутствуют профессионалы высочайшего класса, они всегда делятся своими идеями новыми, выступают молодые люди, которые привносят новую струю, какие-то свои новые идеи приносят. И, в общем-то, вся эта конгломерация создает очень хороший, позитивный тон для всего Breast Meeting. Мне хочется сказать, что, знаете, вот такая консолидация разных специалистов, такой мультидисциплинарный подход, он борется за что? За то, чтобы повысить качество женщины после тяжелых операций, вмешательств при раке молочной железы или при других поражениях молочной железы. Мы знаем, что есть еще и атерогенные поражения. И, конечно, каждый специалист всегда старается выложиться и высказать самую заветную свою такую идею для того, чтобы только помочь этим людям восстановить не только активность социальную, но еще восстановить свою профессиональную активность. Это имеет значение. Чтобы женщина, потерявшая грудь, не чувствовала себя беспомощной, ненужной и всегда могла поверить в себя и дальше продолжать жить полной, полноценной, красивой жизнью. Это действительно была наша идея, когда мы начинали этим заниматься, да, много лет назад, да, 20 лет назад. Почему? Потому что, когда я столкнулась с подобной тематикой в Америке, для женщины в Америке мрак – это не приговор. Да, это какая-то сложная ступень, которую нужно преодолеть, но это совершенно не означает какой-то новый трагический этап в жизни. И я помню, что мне в самом начале подарили очень интересный альбом фотографа, который взял и сфотографировал именно тех женщин, которые перенесли реконструкцию молочной железы, и были описаны их семейные истории. И я хочу сказать, что меня это тоже тронуло до глубины души, потому что там были женщины, которые смогли сохранить семью, что очень важно. Там были женщины, которые смогли построить семью, смогли родить детей, несмотря на то, что у них было билатеральное удаление молочной железы. То есть это дало мне такой импульс к тому, что жизнь не заканчивается. Это да, это сложность, это как любой сложный этап, который нужно пройти, пережить и начать жить заново. И самое главное – получать удовольствие от жизни. Я как женщина прекрасно понимаю, что у нас это в нашем российском менталитете оставаться привлекательной. Это, наверное, одно из таких качеств именно русских женщин, потому что, хотя я думаю, что в Европе это тоже сейчас имеет большое значение, именно оставаться привлекательной. И грудь – это, безусловно, символ того, что ты остаешься женственной, желанной и продолжаешь свою активную жизнь. Поэтому я тебе благодарна именно за этот комментарий, потому что вы не столько восстанавливаете тело, сколько вы восстанавливаете вот этот баланс, гармонию. Да, гармонию, и это очень важно. Эстетика в разрезе. Ты возглавляешь, ты как главный специалист возглавляешь сейчас Дагестан. Да. До этого ты много лет была главным специалистом по всему Кавказскому региону. Скажи, пожалуйста, вот как относятся на Кавказе к реконструкции молочной железы? Потому что мы прошли сложный этап, так сказать, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень. Сложный вот такой этап продвижения реконструктивной хирургии молочной железы. Я помню, я была в Красноярске и задала такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как мы можем с вами вместе начать развитие реконструктивной хирургии молочной железы в вашем регионе? На что мне сказали, вы знаете, у нас стоит очередь на мастектомию. И на сегодняшний момент у нас нет возможности заниматься реконструкцией молочной железы. Слава богу, прошло много лет. И на сегодняшний день это действительно тема, которой овладели очень многие достойные хирурги. Многие клиники имеют отделение реконструктивной хирургии молочной железы. И это развивается. Я этому очень рада, потому что если раньше женщины даже не спрашивали про реконструкцию молочной железы, а были удовлетворены просто мастектомией и ношением наружных сайзеров, что это было очень травматизирующее состояние, то сегодня это норма вещей. Не говоря о том, что я очень рада, что диагностика рака молочной железы перешла из третьей-четвертой стадии, когда пациентки приходили на операции. Сегодня это первая-вторая стадия, что дает возможность новому этапу развития реконструктивной хирургии молочной железы менее травматичным. Вот расскажи, пожалуйста, как это происходит в вашем регионе? Очень интересно. Ну, естественно, что волна реконструктивных операций докатилась и до Северного Кавказа. И надо понимать, что наши хирурги, они достаточно хорошо всегда были осведомлены. Они очень любят учиться, часто ездят и по России обучаются, за границу выезжают. Ну и, конечно, вопросы реконструкции молочной железы, они подняты были во всем регионе. Ну, получается, что, может быть, не так активны были в какие-то далекие 90-е и 2000-е годы. А активность в создании лучших условий для себя, для комфортности для себя, женщины сейчас, конечно, стараются восстановить это. И действительно, на сегодняшний день рак, которого так боялись, всегда сейчас достаточно много хороших методов лечения, химии, терапии, у чего это все же движется вперед. И можно проводить и реконструктивные операции для того, чтобы восстанавливать внешний вид, чтобы женщина чувствовала себя самодостаточной в любом обществе. Потому что растет и общественная роль женщины в социуме. У нас достаточно много женщин, которые работают на руководящих должностях, работают в сфере просвещения, ну, естественно, здравоохранения. И, конечно, мы понимаем, что проблема рака молочной железы, которая охватила всю планету, и очень высокий процент на первом месте стоит рак молочной железы, наверное, коснулась каждой там четвертой женщины. И вот подход хирургов к тому, чтобы проводить органосохраняющие операции, выявлять на ранних этапах этот рак, это, конечно, если сказать, новый виток в пластической хирургии, реконструктивной хирургии, онкологии, даже общей хирургии, потому что это позволило проводить уже совершенно другого уровня операции. Там, где не нужно бояться, потому что тебе вовремя, если выявили опухоль, сделают более щадяющий вариант операции, которую потом можно дополнить уже с использованием имплантов или использовать собственные ткани, если это позволяет миграцию тканей провести. Ну, я думаю, что, конечно, будет развиваться. Уже начали у нас оперировать, наконец, эти операции. В Ставрополе прекрасно этим занимаются бойчоров, у них отделение и аппаратура, и все для того, чтобы вовремя выявить на ранних стадиях рак молочной железы. В Республике Чечни там прекрасно создан онкологический центр, где реконструкциями занимается после рака молочной железы, после ампутации молочной железы занимается Адам Вахаевич. Ну и у нас в Республике тоже в онкоцентре очень много онкологов, которые тоже занимаются реконструктивной хирургией. Реконструктивная хирургия молочной железы стала востребованной, потому что до этого это была, в общем, операция, которая выполнялась, наверное, в очень-очень редких случаях. Сейчас можно смело сказать, что она стала на поток. Да, ну поток в основном, может быть, уходит еще и в центральные города России, потому что все-таки стараются уехать, сделать в центре, в Москве, в Питере, в Казани, везде оперируются, в Астрахани оперируются. Ну и у нас тоже. Там есть еще очень тонкая грань. Люди стараются не афишировать это состояние, и поэтому вынуждены выезжать для того, чтобы... То есть женщины не активно делятся информацией? Нет. То есть это сложно пока еще? Сложно пока еще. Это в нашей менталитете, мне кажется. Мы как бы очень переживаем, потому что, если мы говорим про Америку, у них есть целые клубы, где женщины собираются и рассказывают вплоть до того, какую операцию у какого хирурга они делали. И это, в общем, абсолютно воспринимается нормально. У нас, мне кажется, еще не все готовы к этому. Ну, у нас в Дагестане волонтерское движение очень активное в этом плане. И работает центр маммологический S7, который проводит... Вот мы совместно проводим конференции как раз по разъяснению. И там специальный день бывает посвящен женщинам, которые страдают раком молочной железы. Эстетика в разрезе. Кавказский менталитет, он влияет каким-то образом на принятие решения женщины делать эстетическую операцию на той же молочной железе, на лице. Это ведь все-таки, мне кажется, мужчина, он играет у вас главенствующую роль. Ключевая. Да, ключевая. Вот как идет коммуникация между, скажем так, женщиной, которая хочет быть красивой, между мужем, который... Хочет иметь красивую жену. И между пластическим хирургом. Ну, конечно, может быть у всех по-разному. Я, например, всегда сталкиваюсь с такой ситуацией. Если приходит женщина и хочет улучшить свои внешние данные, для меня очень важно мнение ее супруга. Потому что я считаю, так как у нас достаточно резкая граница в гендерном плане, поэтому наши мужчины, они, конечно, всю тяжесть домашних забот, опекание своей семьи на них лежит в основном. Ну, это так вот принято многие столетия, что мужчина, он кормилец, мужчина, он охрана, мужчина, он за свою семью, за свой род, он должен отвечать. И поэтому, когда женщина приходит, конечно, я в первую очередь спрашиваю, а как ваш муж, он согласен? Если я получаю ответ, что он не знает, то я уже просто не продолжаю даже беседу, потому что для меня это очень важно. Я считаю, что это правильно, потому что муж должен знать все про свою жену и показать ему или его испугать, или наоборот, даже может ему это достать эстетическое удовольствие. Но если это сделано без его ведома, конечно, это будет очень нехорошо, некрасиво. Да, Зарим, а я вот знаю, что у нас девушки очень любят, когда муж уехал в командировку, так на неделю, сделать что-нибудь себе такое, чтобы он приехал, спросил, ой, как ты хорошо выглядишь, а она скажет, ой, я просто выспалась, ждала тебя. Ну, я думаю, что, не знаю, для Кавказа это, по-моему, неприемлемо. Для меня, во всяком случае, я стараюсь с такими больными не связываться. Зарим, знаешь, на самом деле, я думаю, что мы должны Кавказ и вот это ваше правильное отношение между мужчиной и женщиной беречь, потому что то, что к нам сейчас идет из Америки, где вот это просто повально, это вот sexual harassment, когда женщине нельзя подать, пусть она падает, да, из автобуса ей нельзя подать руку, потому что пусть она еще упадет в грязь, сломает себе ногу, потому что если ей мужчина подаст руку, то это уже она, вернее, можно будет воспринять как sexual harassment. Поэтому я считаю, что вот, наверное, скоро весь мир будет к вам ездить и учиться, как нужно строить семейные отношения, потому что, в общем, мне кажется, это уже за гранью, когда ты не понимаешь, как ухаживать за слабым полом. И, в общем, слабый пол уже стал далеко не слабый, а уже, так сказать, везде пропагандируется, что все на равных. Я, честно говоря, тоже не очень это приветствую. Мне кажется, что все-таки женственность, она должна присутствовать, и женская мудрость, она тоже может брать города, для этого не обязательно, собственно говоря. Слабость женщины, она помогает мужчине обрести крылья. Ох, как мудро, как мудро. Мы должны обязательно сделать отдельный эфир о том, как вести себя женщине так, чтобы у мужчины вырастали крылья. Это, я считаю, совершенно отдельная тема. Мы видим, что... Потому что мы готовим сейчас конгресс, который пройдет в Санкт-Петербурге, и он будет больше косметологический. И косметологи сегодня нам говорят о том, что есть подход поколений к восприятию красоты. И сегодня девушки в 17-18 лет, они хотят сделать себе губы, они уже готовы уколоть себе ботокс. То есть они готовы заняться своей бьютификацией уже в таком, скажем так, возрасте, когда ты просто молод и уже этим красив. Скажи, пожалуйста, а вот как, опять-таки, в вашем регионе... Вот они же приходят к тебе, пациентки, в каком возрасте на пластической операции? Ну, я понимаю, там, если там, условно, ринопластика, это может быть ринопластика по показаниям функциональным. Ну, а если это блефоропластика, если это даже подтяжка груди? Ну, подтяжка. Я вообще-то, девочки, когда приходят, я их стараюсь отговорить, потому что она еще растущий организм, и, естественно, я лично не согласна с мнением, что девочка в 18 лет должна накачать себе губы, накачать щеки, там, еще какие-то ввести препараты в лицо. Только молодая кожа, красивая молодая кожа, эта молодость уже красота. Она же сияет, вся эта девушка, если у нее нет никаких артефактов в коже. И поэтому, конечно, ну, я с косметологами мало работаю, но я вижу, у нас очень активно этим занимаются. Хотя давным-давно уже не в модное. И эти губы такие висячие, накаченные, и эти губы... Ну, там не просто рыбки, а целые башмаки. Не модно это даже. Ну, почему-то вот видишь, когда все хотят сделать и булхорн, все хотят сделать и нос. Как вы говорите, действительно, есть показания клинические, когда можно прооперировать, сделать линиосептопластику для того, чтобы улучшить функцию дыхания. Это совершенно другой вопрос, конечно, тут даже очень... Мне кажется, девушка немножко свое теряет, если вот свой шарм теряет, если она меняет что-то во внешности. После 25 лет, когда уже все окончательно у женщины созревает, и она готова к тому, чтобы проводить какие-то мероприятия, и уже она будет, наверняка уже будет и замужем, и все это. Вот тогда, пожалуйста, пусть. То есть рекомендации все-таки сначала определиться с семейной жизнью, а потом уже... Да, девушка, которая не рожала, у которой еще грудь не развивалась, у которой еще не было нагрубания молочных желез, она не кормила, зачем? У нее может совершенно физиологически сама по себе железа увеличиться и будет достаточно приличная. Я понимаю, когда приходит послоконационная гипомастия, после родов, достаточно многих родов, нас рожают девушки. Так, по двое, трое, четверо детей рожают. Конечно, там понятное дело. Там муж сам приведет и попросит, чтобы улучшили комплекс, чтобы не умело комплексов у жены, чтобы улучшили ее внешний вид. Неужели? Мужчины настолько стали прогрессивными? Ну да, конечно. Вы знаете, на фоне того, что обычно говорят, я возьму только Дагестан, у нас очень много прогрессивных мужчин. Очень много. Может быть, где-то какие-то есть там люди, которые не совсем уж образованы и не все понимают, как надо. А так, в основном, очень добрые, мягкие люди. У нас будет сложный случай, который будет представлен первым медицинским институтом. Как раз по увеличению молочных желез и побочными действиями, связанными с введением базилина. И я знаю, что очень много в вашем регионе, очень много пациенток, которые страдают от этого некачественной медицинской помощи. Вот скажи, пожалуйста, а с чем это связано? Это связано с тем, что хочется быстро и красиво. И почему нету такой настороженности? И почему не задается так много вопросов? А как это потом будет выглядеть? Как это потом можно будет удалить? Потому что, в принципе, я за оболочечные любые девайсы. Но оболочечные. Потому что этот девайс всегда можно безболезненно убрать. В любое время. То, что касается инъекционки, то понятно, что губы, если ты увеличил, ты их ничем не уберешь. Ты должен будешь еще 25 или оперироваться, или вводить различные препараты. То есть это тоже медикаментозное лечение. Это тоже сопряжено с различными побочными эффектами. Объясни, пожалуйста, с чем это связано? Ну, во-первых, я должна сказать, что в регионе, вы знаете, у нас была очень сложная обстановка в 90-х годах. И население, большая часть населения определенных республик, она просто вот выпала из такого экономического и социального развития, будем говорить. Осталось много женщин, которые, и мужчин, собственно говоря, которые не имели должного образования, не имели там какого-то вот обыденных вещей, вот понятий не имели. Ну, и, наверное, вот этот контингент как раз пришелся по душе людям, которые вовсе не врачи, естественно, и тем более не медики никакие. Они воспользовались этой ситуацией и начали вводить женщинам за такие, может, меньшие деньги, чем за установку имплантов. Они стали вводить смесь глицерина с вазелином и демонстрируя на себе, что это абсолютно безболезненно. Как мне вот я спрашиваю всегда у больных, а как вы? Ой, она же, говорит, выпила, и ей ничего не было. Вот так. То есть они демонстрировали, они их уговаривали, иногда они это все делали в каких-то там кофейнях, иногда они это все делали в кальянных, даже так, то есть в антисанитарных условиях. И мы потом стали поступать эти больные. Конечно, я очень хорошо помню, когда пришла первая больная, я не могла понять, что это такое, пока не сделала компьютерную томографию. Мы не увидели там образование, которое как каменные глыбы под руками определялись, ощущались. И, естественно, нужно было делать подкожную мастектомию. Я посоветовалась со своими московскими коллегами, они сказали, что уже видели такие случаи. И вот тогда первую подкожную мастектомию сделала, чтобы сохранить по возможности сосок. Дело в том, что даже те инъекции, которые они делали этим препаратами, они говорили, что это совершенно безболезненно и прочее. Но я должна сказать, что эта смесь имеет обыкновение, как ртуть, проникает во все пространства. Очень сложный случай был у меня, вот как Рассеченовский университет. Мы с ними в контакте по поводу одной больной, у которой эта смесь поползла наверх. Она проникла на боковую поверхность шеи. Она проникла в область следостения, она проникла по правой боковой стороне. Не только молочная железа, закачивали только в молочную железу. Такая текучесть. Текучесть, проникновение по всем межфасциальным пространствам уходит. Я даже видела, до чего доводит, спускается на голени и идет разрушение. И, вы знаете, и больные раньше, если приезжали, там еще более-менее рафинировано все было, и кололи они в основном в саму молочную железу. Потом стали колоть глубже и поверхностнее, то есть поражая кожу. И уже кожесберегающую операцию сделать было невозможно. Больные с гангренами молочных желез приходили, с гангренами на икроножных мышцах. Ну, то, что видела, говорю. Я думаю, что это все из-за отсутствия информации правильной, отсутствия работы с населением. Вот все-таки свой отпечаток это наложило на население. И как сейчас с этим вот можно бороться? Бороться можно, потому что я проводила и круглые столы по дагестанскому телевидению выпускали мы. Потом при активном содействии и участии организовано было Натальей Евгеньевной Мантуровой. У нас круглый стол был в Чечне. Проводили мы его. Ну, вы знаете, конечно, это возымело свое действие. Во-первых, я очень благодарна, что руководство Чечни, они все-таки стали выявлять этих людей, которые этим занимаются. И там были наказаны кое-какие из них. Ну, и в то же время нет-нет, да появляются такие случаи. Ну, это, может быть, старые случаи или это все-таки новые? Нет, новые. Вот последнюю больную я оперировала, которой закачали 4 года назад. Я так возмущена была. Я говорю, в седьмом году проводила прямой эфир. Приезжала ко мне тоже группа с телестудии. Мы проводили прямой эфир. И больная, которая лежала в это время в реанимации, она просила, не надо ничего делать, не закачивать. Вот какие осложнения бывают. Ну, я думаю, что постепенно все-таки как-то народ уже больше обучается и больше понимает, насколько это вредно. Ну, случаи очень тяжелые. Ну, да, удивительно, потому что я помню, ну, это был, наверное, 2003 год. Я помню, профессор Неробеев выступал, профессор Миланов. Тогда были тоже результаты побочных действий от введения полиакриламидного геля. И там тоже были очень-очень сложные результаты, вплоть до тоже невозможности восстановить молочную железу и до ампутации ног, которые связаны с увеличением голени. То есть это большие... Я, честно говоря, думала, что после этой такой большой бучи уже никакого безоболочечного препарата вводиться не будет. Но вот тут, конечно... Вот это желание пациента, конечно, получить все быстро и безболезненно, и безболезненно, да, и дешево, и не без, так сказать, понимания последствий. Это, конечно... Ну, вы понимаете же, дешевый сыр только в мышеловке. Да, я абсолютно с этим думаю. И вот, конечно, женщина, которая хочет немного улучшить свою структуру, она пойдет и сделает. Зайдет там в какой-то комнате, ей накачают, и она выходит уже цветущая, довольная. А через два месяца это все начинается. Ведь не сразу. Ну да. Два месяца ты счастлив, а потом ты платишь, начинаешь платить за свои ошибки. Но мне еще что нравится, что если муж знал об этом, то он сам приводит жену для того, чтобы все восстановить. Это очень хорошо. Ну да, это лучше, чем раньше. Лучший вариант, да, это лучший вариант, потому что он понимает, что его жена пострадала, потому что он тоже способствовал этому. Вот поэтому надо все делать с разрешения своего мужа. Ну хорошо, но если жена не спрашивает мужа? Тогда она страдает. Поэтому. Ну я считаю, что правильный подход, конечно, мне кажется, любое решение по поводу пластической операции нужно принимать совместно. Потому что в этом случае тогда... Потому что нужен хранительный режим. Ты не сможешь доказать мужу, что тебе нужен хранительный режим после операции, если ты будешь от него операцию эту скрывать. Да, да. Поэтому тут мне кажется... Мне кажется, что если любовь, то это уже любовь, независимо от того, да? Да. Какие у тебя есть дефекты, тем более, которые можно исправить. Эстетика в разрезе. Что мы можем пожелать тем молодым докторам, которые работают под твоим, так сказать, руководством, под твоим контролем? Ну, во-первых, я хочу им что пожелать. У Ломоносова было прекрасное выражение. У Ломоносова было прекрасное выражение. Лови мгновения. Я им всегда говорю, учитесь, пока я живая. Зарем очень жестко, потому что дай бог тебе здоровья, чтобы ты выучила еще много-много своих детей, своих учеников. Спасибо. Мне нравится, что они везде ездят. Мне нравится, что и здесь присутствует достаточно большая когорта дагестанских хирургов, причем разноплановых. Они приехали сюда специально на Брессимпозиум. Пришли, как некоторые в Москве работают, мои ученики. И мне это очень нравится. И онкологи, и пластические хирурги, и общие хирурги, они сегодня здесь у вас в гостях. Зарем, теперь я понимаю, почему. Потому что ты смогла привить к ним любовь, к знаниям, и они готовы учиться, учиться, учиться. Потому что без этого ты никогда не сможешь стать хорошим, востребованным специалистом. Конечно. Я считаю, что сначала надо учиться, а потом уже заниматься экспериментами. Я вообще не понимаю, как можно без должного образования не постыдиться сказать, что я имею образование по специальности. У нас это сейчас очень модно. Если Инстаграм открыть, только ленивый, не пластический хирург. Люди, которые вообще не работают в этой сфере. В общем, любая домохозяйка может стать пластическим хирургом. Написать про себя, что у нее 17 лет стажа. Хотя как специальность, чисто как специальность, мы знаем, как Миланов этот приказ создавал. В 2010 году, ты помнишь, когда он объявлял это все на очередном съезде. А как можно это отконтролировать? Или это в принципе... Это дело не только... Минздрав занимается только лицензированными клиниками и лицензированными врачами. А то, что касается всего остального, это этим должен заниматься Росздравнадзор. Они должны это все делать. Это их прерогатива. И поэтому, конечно, если Росздравнадзор возьмется, я знаю, что они дело доведут до ума. И у нас не будет черных хирургов. И меньше будет осложнений. Хорошо, но пациент, когда идет к хирургу, он видит какие-то фейковые лицензии? Конечно, конечно, фейковые лицензии. То есть, в принципе, нужно создать реестр правильных хирургов, те, которые имеют лицензию, те, которые имеют сертификат. Да, диплом. Диплом, сертификат, обязательно удостоверение. И заходя на сайт Росздравнадзора, ты находишь этого хирурга и понимаешь, что ты пришел в правильную клинику. Да, да, да. Только так. По-другому не получается. Да, я абсолютно согласна, потому что... Я считаю, что все-таки медицина требует знаний. Медицина – это не сначала деньги, потом все остальное. Не-не, ни в коем случае. И ты отвечаешь за жизнь пациента. Вечная учеба. До конца дней своих надо все время... Вот я приезжаю сюда, я для себя всегда что-то новое вожу, потому что мы делимся. Коллеги хотят, чтобы было лучше. Врач сам по себе – это добрейшее существо, которое старается всегда только принести добро человеку. А если ты взвалил на себя этот крест, ты должен его нести всю жизнь. То есть это уже, как сказать, это призвание и это твой гражданский долг? Да. Это призвание. Свеча другим, сгораю сам. Зарим, я надеюсь, что мы будем дальше продолжать учиться. Я благодарна тебе за очень интересное интервью, разговор. И мне бы очень хотелось, чтобы действительно молодежь, чтобы они хотели делать добро. А все остальное, так сказать, все благополучие, оно обязательно приложится, потому что по законам распределения энергии, я думаю, что так будет обязательно. Я на это очень надеюсь, потому что не оскудеет рука дающего добро. Отлично. Спасибо большое. Спасибо вам. Эстетика в разрезе с Ольгой Засиевой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова